Вот на Пушкарёвском кольце и без дождя реки Тику. Тут так сидишь на лавочке, встаёшь, а тут оп, и яма. Два с половиной метра в глубину примерно, которую разрыли два месяца назад и так оставили. При этом, когда воду откачивают, местным жителям отключают водопровод практически на весь день. А это жилой дом, это двор, тут бегают дети, которых эта яма притягивает как магнитом. И это ещё четверть беды. Гул от постоянно работающей машины местных жителей буквально сводит с ума. Я пять минут тут побыл, уже хочется убежать. Вот это вот безобразие у нас уже третий год. Каждый год копают и всё по новой самое делают. До конца не дадил. А уж в этом году вообще и плевательски относиться к работе нельзя. Неужели два-три метра не было этой новой трубы заменить? Это лучше вот это ковыряться каждый год. Так же нельзя. Местные жители не просто устали. Волком воют от ежегодных стычек сотрудников фотоканала с местным трубопроводом. Такие схватки непременно сопровождаются разбитыми дорогами и тротуарами. В пятницу до той недели там вот началось. Нет, до этой утечки тоже были. И вот дальше, знаете, трубу ногу закладывать под замену. И вот она в пятницу до той недели уже, она всё уже износилась. И ладно бы раз, пусть даже два, но проблему не удается исправить несколько лет подряд. Само собой, травмы не заставили себя долго ждать. Пробирался к своему подъезду. По проезжей счастью река шла вода, глина. Вот, по бордюрине. Пол, а бордюрино тоже мокрое, скользкое. Ну и кувыркнулся. Случай частный. Чудо, что до сих пор в канаву никто не упал. А ведь даже рядом проходить опасно. Она продолжает разрушаться. А люди с колясками и маломобильные во двор не суются. Местные жители пытались узнать у ответственных, когда же всё это закончится. В ответ представители администрации, словно автоответчик, чеканят одно и то же. Потерпите немножко. Заменим всё и всё будет нормально. Я говорю, сколько нормально? Вот уже третий год. А в этом году уже третий месяц пошёл. Ну так же нельзя. Ну, плевательски относиться к работе. Как пояснили в городской администрации, ситуация сложнее, чем кажется. Во-первых, большая глубина залегания труб. Во-вторых, мешают сторонние коммуникации. И самый главный, неочевидный враг – это плывун. То есть насыщенный водный грунт, разжижающийся под механическим воздействием. Где-то надо водопровод ремонтировать методом санации. То есть просунуть старый водопровод, новый полиэтиленовый. Такой метод давно практикуется и даёт свой положительный результат. А где-то нужно проложить новый водопровод. Старый заглушат. И таким образом проблема будет снять. Как итог, для жителей городадминистрация заготовила сразу две новости. Первая – воду отключат и не раз. Вторая – это будет ненадолго, но зато позволит наконец-то завершить трёхлетнюю эпопею битвы водоканала с худыми трубами. Павел Патриков, Геннадий Бухтайяров, репортер 73.